Ну вот и вышел снова новый фильм, точнее первая его часть, о самых добрых, отзывчивых, замечательных, душевных, сострадательных людях в семье Туманного Темного Королевства. Прошу заметить двухсерийный документальный, то есть без художественного вымысла. Ну-ну. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Я Ах и Ох. Увлекаюсь рисованием. Мой канал отражения в скетче всего, что происходит вокруг, что вдохновляет, отзывается и вызывает эмоции. И мне подумалось. Ну что нового там может быть, чего мы еще не слышали. Снова обиды-перевертыши и своя правда. С одним отличием уточненные и переизданные. Как обычно. Принцы и пресса так называется этот фильм, в котором доверенные Меган и Гарри лица рассказывают. Как члены королевской семьи сливали нелицеприятные истории в прессу и намекнули о влиянии Уильяма на Мэкзит. Кого Меган пытается одурачить. Мы, конечно, все не раз слышали, что она прекрасный манипулятор. Но слово «прекрасный» я поставила бы под сомнение. Мне как-то верится в ее талант с трудом. Возможно, что смотрю на это издалека, а не изнутри. А еще актриса она так себе. Все манипуляции ее сначала имеют должный эффект, но в итоге оказываются провальными и до тошноты однотикными. Общественное мнение толком сколыхнуть не удается. На крючке пока крепко сидят Гарри, Амид Скоби с пиарщиками и горстка фанатов. Амол Раджан в той же кучке теперь тот, который стал ведущим выпусков этого мини-серила, антимонархист, кстати. Богатые, влиятельные и соображающие ныне стали их вообще обходить стороной. Вся эта компашка требует немалых вливаний я о деньгах, организации и съемки того, съемки сего, выход на сделки и сделки с медиагигантами, выход сухой из воды с судами после наговоров и т.п. Не думаю, что весь этот банкет за счет Меган прижимистая она. Домовитая, да и задумки ее пока все провально убыточные как в финансовом плане, так и в карьерном. Так значит есть тот, кто это оплачивает, а Меган это проект. Но не может так все чисто случайно сходить с рук. И какова цель этого проекта? Свергнуть монархию, дожать бабушку, Чарльз уже сам в возрасте, уничтожить репутацию Уильяма. А претендовать на престол с такой-то репутацией. Если цель изменить строй, смысла вообще нет. Если Меган проект, значит есть кто-то, кто придумал его. Только тогда этот кто-то совсем без фантазии действия да оскомены однотипные и шаблонные. Тогда этот кто-то совсем не умен привлекать такую недалекую даму и пустить ее в свободное плавание. Тогда этот кто-то никакой не стратег и не тактик. И слава богу, что этот кто-то, если он есть такой. Спасибо за просмотр. А вы что думаете?